На прямой связи со студией корреспондент Анастасия Крапивина. Хотелось бы сказать ей доброе утро, что мы и сделаем. Доброе утро, Настя. На какие продукты у вас в городе специалисты прогнозируют подорожание? Настя? Доброе утро, коллеги. Сезонное колебание цен, ситуация привычная, но часто у нас растут ценники. И перед праздниками, всевозможными обсудимы, это сегодня с начальником отдела городской статистики Виктория Понтихина. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, дорожали ли цены в Крыму перед новогодними праздниками? Перед новогодними праздниками было ожидаемое повышение цен на некоторые группы товаров. Например, плодовочная группа. Естественно, подорожали овощи, помидоры, огурцы, виноград, чеснок, картофель. Слегка, буквально на пару процентов. Но есть и снижение цен по цитрусовой группе. Апельсины, мандарины, лимоны. Естественное колебание цен не только при случае этой группе, но и другим группам, которые перед новым годом... Стандартное дорожание. Стандартное, да, дорожание. Не больше, чем показывают ежегодно. А если сравнивать с прошлым годом, существенно ли подорожали цены именно в новогодние праздники? Именно в новогодние праздники. Вы знаете, у нас наблюдается группа товаров, которая идет... Одна группа, допустим, подорожание цен проходит по овощам, а снижение проходит по услугам. И поскольку формируется средний индекс инфляции, на фоне индекса незаметно, что подорожали овощи, допустим, но снизились услуги, оно все нивелирует друг друга. Не более трех процентов. Насколько я знаю, ваши сотрудники регулярно мониторят цены в Евпатории и по Крыму. Расскажите, снизилась ли уже цена на основные группы товаров после Нового года? Да, у нас одна из обязанностей наших сотрудников отдела статистики – мониторить цены. Цены мы мониторим каждый понедельник, и это еженедельная регистрация. И каждый месяц с 20 по 25 числа путем непосредственного посещения объектов торговли или пунктов оказания услуг. Поскольку на данный момент прошло только еженедельные регистрации, сказать, что цены снизились, однозначно я не могу. У нас сейчас только началась ежемесячная регистрация, и она уже покажет свои результаты после освещения итогов на официальном сайте Крымстата. Это не позднее 6 числа после отчетного периода. То есть совсем скоро мы узнаем, насколько подешевели все-таки продукты. Изменились. Изменились цены. Расскажите, подорожание каких групп товаров нам ждать в ближайшее время? Может, это сезонные подорожания или просто по каким-то причинам будут расти цены? Подорожание. Я не могу сказать, применять слово подорожание. Это ожидаемые сезонные колебания. Допустим, зимой запасы многих продуктов, которые вот заморожены, продукты заканчиваются, люди начинают их возобновлять. Ну, вот то, что захотелось, то вот будет востребовано. Не могу сказать, что будет прям подорожание. Если захотелось пойти купить, извините, картошку, я ее пойду и куплю. И мне, извините, вот единственное, что я выберу место, где я буду покупать ее. Ну, конечно. И наверняка будут какие-то сезонные подорожания овощей и фруктов, которых просто не сезон для них. Вот на данный момент, по итогам недельной регистрации, у нас есть некоторое снижение. Помидоры там, нет, не помидоры, огурцы снизились. Снизились почти на 25%. У нас снизились, опять же, в зависимости от поставщиков все это. У нас снизились слегка на пару, от 1 до 2% картошка снизилась. Я знаю, что вы проводите еще и конкурс на талисман всероссийской переписи населения. Расскажите, куда обращаться и в поторицам, как поучаствовать в конкурсе. С 14 января стартовал конкурс работ на выбор талисмана всероссийской переписи населения 2020 года. Все работы размещают на участники, желающие участники конкурса, принять участие в конкурсе, размещают на своей активной странице в Инстаграм. Ссылку подают на официальную страницу переписи 2020 года. Страна.ру Насколько я знаю, будет очень большой приз. Приз будет, естественно, желающим принять участие и выигравшим конкурс. Приз будет 60 тысяч рублей. 60 тысяч. Прекрасно. Я напоминаю, у всех желающих есть возможность получить этот приз. 60 тысяч рублей за лучший талисман переписи населения 2020 года. А на этом у меня все. Коллеги, вам слово. Спасибо большое, Настя. Желаем вам хорошего дня, добрых новостей и отличного настроения. Субтитры сделал DimaTorzok